Хороший. Я пытался научить меня в теннис играть, но что-то, видимо, есть люди к этому тупые. Я всегда бежал в противоположную сторону от того, пока на хитрый мяч. Чем я был убежден, что я бегу в нужном направлении. Какому политику не хочется прокатиться на колесе истории? У меня мама считала, что интеллигентный человек должен уметь играть в теннис, но вот... А многие, кстати, говорят, думают, что это так просто. Просто люди, когда видят, когда мы играем, думают, да ладно. Вот они говорят, ты даешь? Я говорю, ну да, вот возьми. Они у меня некоторые вещи говорят, а как? Я говорю, ну как? Я говорю, ну на чувствах. Ну они как дадут? Я говорю, да нет, помягче. А как? Я говорю, ну вот это... Это как с формулой, знаете, у меня ребенок в формуле гоняется, у меня команда формульная во Франции. И вот, когда очередной способ приходит, они говорят, ну, одна не еле ехать, я говорю, старичок, ну вот, на тебе машину, на тебе дорогу, ну давай. И когда человек выясняет, что это 40 минут, человек ездит всю всю жизнь, машина тронуться не может, я говорю, ну вот... Я говорю, ну вот... Да что он тебе целый день в зале торчит ребенок? Ну, в спортивном. Я говорю, ребята, чуть-чуть как бы, а по-другому никак. А я просто с этим толкнулась, некогда Валентин тренировал, у меня тренировка КПП, и он тренировал одну девочку, ее зовут Кармен Хордан, их мало вообще кто формулой занимает. Да, очень тяжело физически. Да, и она говорит, мне надо похудеть. Вот, а она куда? Она говорит, а мне еще форма, чем легче, тем лучше. Там, причем, в сочетании, у меня ребенок с 69 килограмм, 189 ростом и 170 килограмм груди, иначе никак. То есть он вот такой толщины, совсем сухой. И в чем там еще сейчас забрели фигню, называется она ВИЛ-ПУЛ, это объемное содержание кислорода в крови. Уже в конце января, потому что что происходит? Пульс высокий, соответственно, кислорода Малиола не успевают отдавать, в мозгах кислорода нет. Да, да, да. И их разгоняют по этому ВИЛ-ПУЛ, это значительно тяжелее, чем по УФП разогнать. Вот они в горах, какие-то конкурсы по 40 километров бегают, чем я. Да, объем легких, да. И это реально кошмар. Причем вот у них ноги у всех, их тоже не показывает. У них пятка, то есть не то, что толско ступит, а просто вот всю ускорежет. Потому что очень много вега из очень раннего возраста. Да любой труд, как бы... Люди не понимают, люди реально не понимают, что такое профессиональный мусор. Они думают, что это вот там типа сейчас мы тут ухам. Да, балду гоняем. Ну это как вы знаете, у нас тоже в конече. Десертка, она очень близка. Вот только вот один... Этот лицкий? Не, ну просто микрофон говорит, без наушников, потому что... Мастер спорта России. Вторая российская теннисистка в истории, ставшая первой ракеткой мира. Карьеру в большом теннисе начала в 2001-м. Спустя два года вошла в сотню лучших теннисисток мира. Впервые выступила за сборную России в 2005-м. В этом же году одержала победу в турнирах в Париже и Праге. Показала отличный результат на Кубке Кремля, дойдя до полуфинала. Серебряный призер летних Олимпийских игр 2008 в Пекине. В 2009-м стала первой ракеткой мира в рейтинге женской теннисной ассоциации. В 2011-м объявила о приостановке спортивной карьеры из-за травмы спины. Является послом универсиады 2019, которая пройдет в Красноярске. Доброе утро! Это Никита Небелицкий, Prime Time, Дарья Гордеева. Доброе утро! У нас гостяка Динара Сафина. Доброе утро! Доброе утро! Знаменитая теннисистка, спортсменка и красавица. Динара, давайте от печки. Смотрите, какая интересная штука получилась. Когда выяснилось, что Борис Николаевич Ельцин нравится теннис, появился Шамиль Торпищев. И целая плеяда в результате возникла теннисисток. Причем, до этого, Анна Дмитриева, какой 129-й ракетка мира была? Или 126-й? Ну, как-то вот... Ну, у нас труднее сказать. Да, что-то такое. А, ну, с лыжами, с горными у нас как-то не вышло пока чемпионат. Ну, видимо, гор маловато в стране. Почему был тот длинный период, когда такой фантастически популярный в мире спорт, ну, давайте уж называть вещи своими именами, из индивидуальных видов спорта, не командных теннис, наверное, ну, в первую пятерку точно входит. Ну, на самом деле, действительно, как бы, теннис – это такой популярный вид спорта. Но что, мне кажется, почему было тяжело очень раньше его развивать в те времена, потому что я очень много общаюсь с мамой, и они говорят, это реально мы же не могли выезжать из России. А как, не выезжая за границу, можно выступать на международных турнирах только российского уровня, к сожалению, не всегда хватает. Потому что нужно смотреть, к чему стремиться, к чему равняться, как играют люди мирового уровня. И в этом плане, вот, сейчас вот есть возможность, все дети же уезжают практически, если есть материальные возможности, в Европу. Потому что, действительно, это не только погодные условия, но и в какой-то степени… Соперники – самое главное. Соперники, да, другой уровень турниров. И потом… Ну, в какой-то степени материально это дешевле. Даже если ты уезжаешь в Европу, несмотря на то, что ты тратишь деньги, но дешевле. А это второй вопрос. Смотрите, вот сейчас такое достаточно большое количество видов спорта, те же горные лыжи, сноуборд, теннис, автомобильный спорт, весь столкнулся с такой проблемой, что на первичном этапе, в общем, нужно достаточно обеспеченного папа, потому что никакого спонсора, у тебя пока ты выступаешь на турнире «Кожаный мяч», ну, давайте уж называть вещи своими именами не будет. И, соответственно, сужается выборка. То есть, ну, вот с этим сейчас, например, столкнулась «Формула-1», да, что весь приходящая вся молодежь, за редким исключением, кого-то там, ну, например, в Мексике Карлос Лимон Переса поддержал, а так… Это как бы получилась выборка изначально из тех людей, у которых есть деньги. Соответственно, количество людей, приходящих в спорт, меньше, а, соответственно, и качество на выходе тоже хуже. Ну, действительно, да, это немаловажная часть этого, конечно, материально все-таки. На самом деле, есть виды спорта, которые более… Демократичные. Да, ну, у Руба Горя тоже самое в футболе. Если ты в команде, ну, в принципе, как бы, что тебе там… Шорты, майка, носки и бутсы. Ну, и плата за тренировку, которая, в общем… Да, но если ты входишь уже, как бы, в команду, тебя оплачивает уже команда, там, переезд. Теннис – это не так. Это все, ты, действительно, платишь со своего кармана. А абонементной группы уже, как бы, нету. Если, тем более, ты хочешь, как бы, добиться высокого уровня, уже такого нету, как это было раньше. Конечно, вот, мне кажется, этого не хватает. Потому что много детей, действительно, кто хочет играть, но чисто материально они не могут. Может быть, со временем это изменится, и будет больше, там, муниципальных каких-то организаций. Все равно… Это физкультура все равно. Все равно из этого профессиональный спорт. Ну, по крайней мере, больше детей уже будет ввлекаться в спорт. Все-таки этого не хватает. Очень хочется, чтобы больше детей именно занимались, находились, там, на спортивных площадках, нежели просто гуляли, не зная, чем занимались. Все-таки я, будучи спортсменкой, я считаю, что это, как бы, ну, действительно, здоровый образ жизни. Это будущее твое. Поэтому ты сам его выбираешь. Поэтому мне очень хочется, чтобы все-таки больше людей в разные виды спорта, но привлекались. Не, ну, это обязательно. Вообще, на самом деле, физическая культура у современного человека с его сидячим образом жизни, ну, это необходимая вещь. Вот вам пишет наш слушатель Лисочек. Жалко, не подписался. Он предлагает вам стать депутатом или создать теннисную академию Сафина. На счет депутата я не присоединю. Не надо становиться депутатом. Академию будете делать? Ну… Это что, опыт-то у вас, извините, с братом… Это, знаете, идея хорошая. Конечно, хотелось бы, все-таки, хочется развивать этот спорт, теннис, и действительно, как бы, рассчитывая на свой опыт. Но все это не так просто. Во-первых, это не так просто найти команду хороших тренеров, те, которые бы так же тебя поддерживали, которые так же шли в твоем направлении. Потому что все-таки у каждого тренера свое видение, чтобы с ним подойти, с ним застаковаться. И все-таки тоже другое. Тут, получается, больше индивидуально. И каждый тренер работает на себя. Ну, так, все мечтают вырастить Сирену Вильямс и почеть на лавру. А здесь, получается, ты уже на кого-то работаешь, и, как бы, я буду во главе кого-то. Поэтому это не так просто в нашей стране. Потому что каждый, как бы, он отвечает за своего, там, ученика. Насчет депутата. Но, к сожалению, пока точно в этом созыве не получится. Потому что по закону не можем семейные... Не надо идти в депутаты. Хватит у нас уже депутатов. Дина, расскажите, вот, раз уж мы упомянули о том, что вы упомянули о том, что в основном, да, дети сейчас едут в Европу. Как теннисная русская школа оценивается среди профессионалов? Я имею в виду, вот, ну, считается же, да, фигурное катание у нас на высочайшем уровне. Наша школа, я могу сказать, считается, одна из самых сильных для начала. Действительно, тренера очень относятся кропотливо к технике. Техника – это залог всего. Как ты научишься в детстве играть технически, это в будущем очень поможет тебе выполнять разные удары. Технике, потому что... Ну, как музыке руку поставить. Да, наверное, потому что бывает. И тогда вот ты смотришь бедного игрока иногда и думаешь, боже, как он мучается, у него такая погрешность технически. И он из-за своих погрешностей, он все равно показывает колоссальный теннис. Думаешь, вот, если бы он чуть-чуть бы технически был бы по-другому, он бы вообще был бы незаменим. Но вот в этом плане я считаю, что наша школа считается самой сильной. А для вас вот существуют удобные и неудобные соперницы? Кто для вас самая неудобная соперница? Ну, можно сказать, это была, наверное, Сирена Уильямсу. Действительно, я не знаю. Но мне кажется, не только у меня она была неудобна. Но когда она в ударе, она, мне кажется, и всем неудобна. В том числе и собственным ракеткам. Да. Потому что она... Ну, только представлю, что она по-другому физически сложная. Как бы мне тренер говорит, что ты там ее боишься? Я говорю, она говорит, да она не так сильно бьет. Я говорю, тебе кажется, ты там сидя на трибуне, она не сильно бьет. Мне просто уже от одного ее вида страшно становилось. Как бы... Да, на грунте с ней было легче играть. И это действительно. Но, к сожалению, на всех больших турнирах я с ней играла на харде. А когда была возможность на грунте, я ее обыграла. А... Ну, вот еще одна соперница тут смеялась. Вот как раз она приезжает в Москву, Кимико Даты. Вот я не знаю, почему. Мне неудобно было с ней играть. Ну, не знаете, ее удары плоско-резанные. Я вообще не понимала, что откуда и к чему. Еще такое получилось. Я как раз с ней игрался на спаде. И как раз, когда у меня и травма, у меня и очень много таких было проблем. Может быть, я обыграв ее на Ролангароссии, когда в тот ужасный матч, который я проиграла, мне потом было легче. Но, в принципе, мы с ней очень много тренировались. Потому что я ее не любила. И меня тренер специально с ней записывал. Говорит, пока ты ее не полюбишь, вот ты будешь с ней тренироваться. Ага. Ну, хорошо. А вот, например, бывает такая ситуация, что... Ну, турнир какой-то проходной соперник. Просто так попалась. Вы убеждены, что с ним все будет хорошо. И что очень легко сыграете. А бывает, ну, вдруг выходит другой человек. И вот непонятно, как с ним играть. Такое случается? Знаете, нельзя недооценить соперников. Я раз так наказала себя. Я посмотрела сетку, я выиграла турнир. И приезжаю на другой турнир и смотрю, ой, вот это я пройду, вот это так. И, конечно же, я проиграла в первом круге. И после этого момента, если зареклась, вот соперник, пока я его не пройду, я не смотрю дальше. Потому что все может быть. Действительно, можно проснуться и чувствовать себя ужасно. Есть вещи, которые ты действительно не можешь проконтролировать. Там, отравиться, как там, что-то такое. Поэтому я всегда, вот соперник, вот ты на него настраиваешься. А дальше посмотрим. В чем парадокс Федерера? Почему с ним тут вот такими горами он играет? То он играет вообще в одну калитку, то почему-то не играет. Вот как-то? Да я не сказала так. Мне такое впечатление, что он просто играет. Но вот многие меня спрашивают про Федерера. Но вот к нему, наверное, можно приравнять еще, вот, наверное, Джокович и Мари. Вот просто как он легко играет. Вот такое впечатление, что человек не затрагивает, я не знаю, это физические силы, это технические. Вот просто такое впечатление, это от Бога. Вот он просто попал в его вид спорта. Ну, это, наверное, как сравнить Елену Сымбаеву в прыжке с шестом. Ну, да, или как Валуев, когда ушел, где он там, в Пятиборье, что ли, был, или где-то еще до этого. Потом ушел в бокс, да. Как Сергей Бубко. Ну, это его. И вот, и все сложилось. Потому что, мне кажется, Майкл Филопс. Да. Ну, это, наверное, вот это считанные люди. Шумахер. Ну, да, ну, в общем. Да, вот просто, можно сказать, джейкпот поймали. Вот это они попали в точку. А вы с братом пробовали играть? Мы с ним только один раз в Микс играли, и все. А так... Не, ну, между собой, имею в виду, в тренировках. А между собой... Был одно время, да, у меня подготавливал к турниру. Ну, вот, я никогда не его такого тренера, чтобы был более требовательный, чем моя мама. Да? И я уже стою такой мертвый, говорю, а можно мне воды попить? Он такой, а ты что, пить хочешь? Я говорю, ну, вообще-то, да, я уже целую корзину отбегала, да, и мне глоток воды. Ну, вот, действительно, вот, видно было его желание помочь, и... И чтобы человек был требовательнее, чем моя мама, это очень сложно. А вообще, вот, женский и мужской теннис, то есть, это вообще несравнимо? То есть, ну, допустим так, вот первая ракетка мира может какую ракетку мира в мужском теннисе обыграть? Никакую? Это очень... Действительно, на самом деле, это разные физические просто данные. Ну, первая ракетка по женщинам, ну, наверное, обыграет 800-700 мужского. Ну, как в шахматах то же самое. Да, это, ну, не знаю, может быть, это сравнить 100-метровку, спринт. Как бы женщина быстро бы не бежала, она не обгонена. Ну, это та же самая формула. Ну, вот пробовать, вроде, машина же с мышцами, а... Да, это другое видение. Просто, действительно, вот был тот момент, когда мы тренировались с братом, и мы с ним начали играть розыгрыши. Я понимаю, что они просто, они настолько видят, куда мы будем бить, и я просто поразилась. Он говорит, а ты что, не видишь, что сейчас тебя будут туда бить? Я говорю, как? Я говорю, ты, извини, ты подбегаешь уже заранее, но это... Они намного быстрее, они раньше все продугадывают. Ну, да, по-другому думают. Хотя, наверное, если задаться задачей, найти какие-то сильные женские черты, ну, вряд ли это... Ну, можно тогда не 800-у, а 600-у ракетку. Ну, да, но все равно, как бы... Ну, просто нет такой задачи, наверное, не стоит. Вообще, это такое сравнение, ну, абсолютно абстрактное, честно говоря. Ну, знаете, даже вот иногда бывает, мы тренируемся с ребятами, и ты там думаешь, сейчас я с мальчика, если я с ним держу там розыгрыш и играю, здорово, что потом я по девочкам... А, нет, приходишь на девочку, во-первых, сразу же и нервы включаются. И, на самом деле, другое вращение у девочек. Вот бывает, порой даже мне с ребятами легче тренироваться, чем с девочками. Да. Мне их вращение просто более удобно. Ты к ним приспосабливаешься, и все. Да, я не говорю, что играть, когда мы розыгрыш, а чисто тренироваться мне с ними иногда было комфортней. Потому что у девочек более плоский удар, не всегда им легче его обрабатывать. Поэтому это тоже разные удары. Много вопросов, а можно ли узнать, где Динар тренировался в детстве, не в Адлере или случайно, Артура Сочи спрашивали? Нет, я в Адлере не тренировалась. В детстве, конечно, дралась на Спатаке. У меня мама была тренером. А в 11 лет я уже уехала тренироваться в Испанию. Угу. Угу. Такой вопрос. Вот смотрите, вот, ну, допустим, вот вам завтра поставлена задача, там, группу из детей, там, пять человек, вот, с возраста три года выращивать до, ну, некого. Понятно, что невозможно предсказать, что получится. Это как в картинге, знаете, первые восемь лет мчит, а потом вдруг в двенадцать или, там, в пятнадцать лет оказывается, что, ну, не получается у него. Угу. Ну, вот, допустим, вот как бы вы вели карьеру ребенка? Ну, то есть, грубо говоря, сначала у нас там Спартак, потом Испания, потом еще что-то. Ну, поначалу, конечно, сразу увозить человека из страны от мамы, от папы, я считаю, что это действительно нет смысла. Это, можно это сделать уже осознанно лет двенадцатика. Действительно, ты увидишь, что у ребенка не пропал интерес, у него есть желание, потому что бывают такие моменты, когда уже начинается школа, теннис, он устает и говорит, да мне это вообще не интересно, мне вообще хочется в салки играть, это в школе, и иди ты своим теннисом гуляй. Поэтому уже, как бы, наверное, тот возраст, когда я уехала в двенадцать, это уже было более осознанно. Действительно, я шла, я знала, что я уезжаю, и, получается, я перехожу на домашнее обучение в школе, это все-таки не так просто. Но я вот, если честно, не представляю, потому что есть вещи, наверное, у меня нет этой школы объяснения. Я не знаю, как объяснить человеку. Я это понимаю мышечно, как сделать. Я это понимаю, вроде бы... Ну, биомеханика необъяснима, понятно. Да, это, наверное, потому что, действительно, у меня нет опыта. Как вообще, вот, ребенку дать ракетку и сказать, как... Да, куда смотреть, куда бежать, от какой мышцы должно идти. Ну, все-таки, наверное, это и есть, да, тренер, это через сколько-то поколений, когда он набирается уже опыта, потом он знает, там, вот, приходит ребенок, поначалу нужно делать вот это, потом переходишь в эту стадию. Ну, как бы, такого опыта нету. Ну, какие ваши годы появятся. Я напоминаю, что это прайм-тайм, Никита Небылицкий, Дарья Гордеев, в гостях у нас Динара Сафина, говорим о теннисе, о профессиональном спорте и непрофессиональном спорте. Плюс 7903, 7976333, Динара, пока у нас есть несколько минут до перерыва, никогда не было у вас мысли о том, что, может быть, вот, все-таки не было бы тенниса в моей жизни, и все вот как-то вот по-другому. Вот если бы не теннис, чем бы хотелось заняться? Вот если бы сейчас вернуться в ту точку, да, в детство, когда вы начали. Или даже, может, мыслей никогда таких не было? Нет, были, почему, как бы, но на самом деле я не знаю, почему. У меня в детстве было всегда, мне хотелось, может быть, быть медсестрой, и всегда хотелось, почему-то, помогать людям, вот, как-то, не знаю, вот, попа и раз ко мне, я ночевала у бабушки, и приехал за мной папа, и он меня забрал, как бы, он говорит, ну, поехали домой, а мы, как раз с бабушкой пошли в магазин, я говорю, как, папа, а как же я бабушку брошу, и я с ней не перейду дорогу. Он говорит, давай, я говорю, не-ка, папа, ты приезжай завтра, а я с бабушкой ее в магазин мы сходили, вместе пришли домой, и потом папа приехал, вот, не знаю, мне стало очень, почему-то хотелось помогать всем, вот, как-то, не знаю, там, что-то попросить, я всегда стараюсь, ну, по своему мере, своей важностью не отказывать. Здорово. Друзья, пишите, задавайте ваши вопросы, мы с Никитой Небулицким обязательно их озвучим, плюс 7903-797-6333, в студии Серебряного Дождя, Динара Сафина, это Prime Time, Серебряный Дождь, оставайтесь с нами, мы скоро продолжим. Папа-то как относился к тому, что ни вас, ни брата никогда не было? Папа-то как относился к тому, что вы с братом все время за границей, он видел вас расслабили? У меня брат, а мама, вот в этом плане для меня прошла, наверное, мой папа, это твой пример. Выпуск представляет компания «Панаска». Я в этом разговоре сказал, что ехал на Мотике из Питера, из Хельсинки в Москву, под Питером, я в ресторане, пишет мне сейчас, вам нужно непременно поднимать мотокультуру в России, раз вы тоже байк. Вот кто мне обещал, что такое мотокультура в России? Как вообще ее поднимать? Вообще, как можно культуру поднимать? Она сама собой должна подниматься или не подниматься? Финальная распродажа в связи с законодательством. Скажите, то, что вы все говорите, давайте сделаем там всякие муниципальные школы. Каким макаром я это все сделаю? У нас все это контролируется. Во-первых, государство этого не хочет. Второе, ты уж с вами не надо. Да, если бы хотел, то есть. Потому что вот все говорят, вот спонсоры. При нашем идиотском новой главном кодексе спонсор должен не купить себе там, я не знаю, бутерброд с икрой, а вместо этого чему-то отдать деньги на стук, чему-то ему это ничего не дает. Ты дурдом просто. Реально государство сопротивляется тому, чтобы что-то появлялось. Как это можно делать? Хотя вроде хотят, чтобы дети развивались. Но при этом, чтобы для этого ничего не приходилось делать. И как-то это само собой происходило. Да. Так же, как мы, как у нас и с вами говорили, там, ну, что если они, значит, стычки, тоже могут быть. Блин, реально хотелось бы, чтобы у нас было больше школ. У нас нет одной бесплатной школы. Вот я, допустим, хочу поиграть, но для себя. Я должна позвонить в СССР, и тем более сама со Спартака, потому что у Спартаки еще кортов нет у нас. У нас есть там время, я хочу там прийти просто и себя поиграть. Ну, нет, у нас там сборник, чтобы вообще без звонка приехал, сказал, вот я приехал, давайте мне там мечи. Ну, как во Франции, в каждом регионе во Франции есть от федерации школа. Ну, хоть что-то, хоть что-то, значит, что вообще все это делается. Вот, типа, мэр сказал, сделаем, нельзя в ручном управлении. У нас Путин помойку в Шереметьево закрывает лично. Это бред. Так не должно быть. У нас вообще система не работает. Вот в чем проблема. Прайм-тайм с Никитой Небелицким. Доброе утро, это Никита Небелицкий, Прайм-тайм, Дарья Гордеева. Доброе утро. У нас в гостях Динара Сафина. Мы говорим и о теннисе, и о спорте, профессиональном физкультуре, и о жизни. И вот Николай из Ярославля очень такую серьезную тему поднял. Является ли применение анаболиков необходимым в вынужденном условии для участия в сборной? Можно ли обходиться в большом теннисе без мер препаратов? Давайте более общего. Имеется в виду следующее, что, ну, вот велосипед давайте возьмем. Для примера. Но ведь совершенно же очевидно, что, ну, да, плохо применять анаболики. Но если вся система построена на анаболиках, то, ну, невозможно. То есть должна ли вода что-нибудь делать, ну, чтобы действительно всю эту вот порочную практику победить? Ну, на самом деле, как у нас было в теннисе, мы писали каждый день, где мы находимся, один час, чтобы они могли приехать. У меня это было с 6 до 7 утра, что я дома. И в любой день они должны были приехать, могли приехать и меня проверить. Знаете, такой вид спорта, теннис, да, может быть, что-то анаболики дадут, там, не знаю, будет выносливость больше. Я не знаю, как бы опыта такого у меня нету. Но головы и мозг она не заменит. Это точно. У нас все-таки такой вид спорта, он интеллектуальный. Да, ты можешь бить со всей силы, но, говорится, если головы нету и мозгов, ну, тебя обхитрят. Все-таки такой вид спорта, как велосипед, это выносливость. Там вот у них маршрут, и он монотонный, идет, идет, идет. Может быть, это в какой-то степени, как и марафон. Им вот 42 километра, и они бегут его. Там, да, у них, я знаю, у них тоже есть тактика какая-то, но немножко другая здесь игра. Психологическая победа, как в автоспорте, то же самое. Я, ну, не знаю, если анаболики отключают, там, нервную систему. Я не знаю, как бы, вот это... Вряд ли. Да, все-таки это немножко другие виды спорта. Я просто вот к чему, к тому, что, если не предпринять каких-то кардинальных шагов в Аде против этого, ну, чтобы как-то это победить, потому что, ну, реально, люди же просто гробят себя. Да, и что самое интересное, есть виды спорта, они знают, что они идут, и что... Просто меня всегда такой шок вызывает, а что будет дальше? Когда ты закончишь свою карьеру, да, нужны ли эти будут миллионы, все, что ты заработала, и когда у тебя потом не будет функционировать нормально твое тело и здоровье твое. Ну, просто, наверное, такие сумасшедшие нагрузки, как в велосипеде, когда проходит Tour de France. Или либо менять просто вообще... Как вид спорта, похоже на это полностью. Да, менять, делать им больше отдыха, меньше дистанции, чтобы действительно человек мог восстанавливаться физически, потому что то, что проходит Tour de France, ну, наверное, ну, никакой нормальный человек просто не встанет, наверное, на следующий день, они встают и еще... Я думаю, что не выживет, на самом деле. Да, поэтому, наверное, все-таки тогда вообще придется менять всю систему. Да, похоже, она просто стала в какой-то момент изначально порочной. Ну, то есть вот так не работает. Ну, физически, наверное, человек так и не сможет проделать такой путь. Вопрос от нашего слушателя, не подписавшегося по СМС-порталу. Как научиться собираться, когда все валится из рук? Ну, вот бывает же так, что вот надо собраться на турнир, а вот день плохой. Вот бывает момент, вот, знаете, вот ты разминаешься перед матчем, и ты понимаешь, что ты просто ноль. Вот, ну, не чувствуешь ничего. Мяч летит не туда, куда ты хочешь. Не чувствуешь ни точку удара. Но, действительно, ноги тебя не слушаются. Но вот в этот момент, наверное, самое главное, это воспринять, да, я не в форме. Сегодня я себя плохо чувствую, но я сделаю все, что я смогу. И ты в какой-то степени, вот, мне в такой ситуации помогал, мне нужно было просто побыть наедине с собой и, главное, успокоиться. Главное, договориться с собой. Да, я сегодня у тебя, но вот я выйду, я не буду злиться на себя, я себя не буду корить, потому что чем я больше себя буду ругать, тем еще у меня хуже будет все потом разрушаться по полной. Но, как бы, я сделаю все, что могу. И вот тут, как-то вот, иногда бывает даже не в форме, но ты выходишь, и ты думаешь, что у меня ничего получается. Но вот это вот как-то вот самоконтроль. Ты начинаешь больше контролировать свои действия. Ты знаешь, да, я не чувствую удар по линии, но я буду долбить так кроссом, что линию мне не придется играть, или что к ужасу в открытых. Ты начинаешь более сконцентрированно действовать. А бывало ли у вас такое, вот у меня просто такое всегда было, у меня перед стартом на гонке, у меня вот так вот все умолотило. Как только флажок пошел вниз, тебя запустили, все так медленно начинает происходить, так спокойно, комфортно. Вот есть ли такая точка перехода в теннисе? Ну, учесть, что у меня перед каждым матчем не то, что ты меня колотила. У меня просто синяки такие были под глазами. У меня такой каждый раз был мандраж. Тем более еще, когда я стала первая. И вот это ты понимаешь, что каждый соперник выходит, он играет не то, что на 100%, а на все 200%. Потому что он так хочет обыграть тебя. И этот нагруз, что ты сейчас выходишь, тебе надо выиграть. Ну, для себя хочется выиграть. Потом еще на тебя пресса давят, что тебе надо выиграть. И такое причинство, я выхожу не то, что со своим весом. Еще на меня 200 тонн повесили. И я вот стою и думаю, боже мой, как же мне это справиться. Но потом как-то бывало, мне нужен был сет, чтобы действительно успокоиться. И потом начинала я немножко уже приходить в себя. Но он действительно наступает. Главное, вот в этот тоже на данный момент очень хорошо нужно размяться. Вот как говорят, вот с потом выходит вот это. Но вот нужно прям действительно было так вот быть настолько горячей физически, что действительно как-то потихоньку, чтобы уходил этот адреналин мандража. А скажите, вот бывает так, что вот идет матч, да, в какой-то момент, ну, вот вы примерно равно играете там первые два-три сета. А потом в какой-то момент вы вдруг ловите себя на то, что ну все, вот. То есть еще вы не начали выигрывать, но вы уже понимаете, что все, вы понимаете, что будет делать соперник, и дальше ему крышка. Это складывается с опытом. Бывают матчи, ты идешь, допустим, первый сет, и ты идешь вот прям дышишь равную. Гейм, 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 гейм. Но многие просто не видят, но мы очень много смотрим на соперника. Мы очень знаем, как бы, как он отреагировал после проигранного очка, как он после выигранного, как он вообще смотрит часто на тренера. Это просто кажется, что мы не смотрим, но мы все видим. Мы видим любой жест соперника, так же, как он видит любой жест мой. Поэтому чем-то лучше может это убрать, как-нибудь спрятать свои нервы. Слушай, ну здесь еще актерское мастерство такое вполне себе работает. Ну, конечно, а то, что ты хочешь, это же шоу в конечном итоге. Ведь это же в том числе и для зрителей, конечно. Это такая смесь актерства. И ты в какой-то момент увидишь, допустим, вот он ошибся какой-то мяч, и у него такое нервное состояние, или ты можешь взглянуть на его тренера, и тренер как-то начинает слишком яро ему подсказывать, и ты понимаешь, что так, у тебя включается мандраж. И тут в этот момент главное самое уже не замандражировать, а продолжать гнуть свои линии. Но это чувствуется. Вот не знаю как, не могу сказать какой момент. Ну, то есть вот с опытом приходит. Да, и ты вот понимаешь, что сейчас вот ты начнешь ломаться. Тут смешные вопросы приходят. Ну, например, правда ли, что у теннисистов правая сторона развита больше, чем левая? Ну, если он правша. Ну, если он правша, это правда? Да, ну, действительно, да, потому что, получается, правой стороной ты, ну, все делаешь. Больше ударов справа, слева, как бы, она, в принципе, левая рука, она, ну, не нужна, она только держит ракетку, а есть, то слева вообще одной рукой играет. Но, да, это потом, ну, не эстетически красиво, потому что, когда наклоняешься в сторону, как бы, справа, такой небольшой, больше... Ну, и как это, в ОФП убирается? Да, это, но в этом плане, конечно, очень нужно много уделять внимания именно такой работы физической, это поиск тренировки, чтобы все равно к какой-то степени левую сторону тоже подкатить, чтобы потом не было проблем со спиной. Вот вам, где мамы прислали, маме, наверное, будет приятно. Доброе утро, маме Динаре и Марата. Огромное спасибо тебе за двух игроков экстракласса, лидеров мирового тенниса. Сколько детей пришло в спорт благодаря им. Спасибо. Ну, спасибо, действительно, очень приятно. Ну, вот, действительно, мы пошли по стопамам, и спасибо, что она нас провела в этот спор, что, несмотря на то, что она сама, потому что у меня срочно отдашь своих детей. Я так смотрю... А правда отдадите? Ну, знаете, я не могу сказать, что... Я могу привести, но я скажу, я никакого участия иметь к этому не буду. Вот тебе нравится? Ради Бога. Это я вам скажу, я через это проходил. Это мы так все думаем, ровно до того, как первый раз у тебя ребенок что-то выигрывает. Ну, ладно. С этого момента начинается. Нашим слушателям хочу напомнить. Ваши вопросы Динарии Сафиной отправляйте на наш смс-портал плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три три три. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. И такой вот у нас просто сейчас в этом сайте осталась минутка. В чем функция тренера в теннисе? Вы большая ли она? Колоссальная функция. Во-первых, тренером должен быть и психолог, и друг. Потому что бывают моменты, допустим, ты поругался ему... Ну, вот у нас у женщины, молодым человеком, и ты приходишь к нему, он должен тебя еще выслушать, почему вы поругались. Ты ему поплачешь, что у меня вот так вот... Он такой плохой, да. Вот он меня обидел, а мне надо тут матч играть, а он, видите, на смс не отвечает. Вот, поэтому это тренер, помимо того, что и вообще тренерский, что он должен, но это вообще на самом деле не так просто найти тренера, с кем ты подойдешь еще и по человеческим качествам, потому что ты очень много проводишь с ним времени. Ну да, он как папа второй становится. Ну или как мама? Не могу сказать папа-мама, мне кажется, скорее всего, это брат. Ближе вот будет как брат, там может действительно там... Папа-мама это другая, это уже родительская опека, а это именно брат. Мы продолжим, не переключайтесь, у нас в гостях Динара Сафина, это прайм-тайм Никита Небылицкий и Дарья Гордеева. Плюс 7903, 7976, 3333, оставайтесь с подсеребренным дождем. Надо часто говорить там про теннис, потому что он говорит, ну футбол, говорит, вы, во-первых, рекламу не можете большую вешать. Ну это же что, мы только маним, потом наклеечку можем одеть, и все, говорит, а футболе. А они как на спину, они вот все сделают там. Спартак там, или Газпром, ну и все, и все получилось. Да, говорит, и вот он 90 минут мелькает у каждого там перед глазами. А все же считается. Вот когда изобрели вот эти Галаковские сетки, все стало считаться. То есть почему, например, сейчас кузова развиваются, площадь больше на кузовной машине, на обычной, у которой кольца есть, чем на формуле, больше рекламная поверхность. Соответственно, начинается, сколько стоит контакт, сколько, какого размера контакт. Вот и все. Прайм-тайм с Никитой Небелицким. Доброе утро. Прайм-тайм у нас в гостях Динара Сафина. Доброе утро. Плюс 7903-7976-333, напоминаю. Да, и вот такие вопросы, например, от слушателей наших. Сложно ли играть с левшой? Вообще возможно это? Ну почему? Конечно, возможно, сложно. Поначалу, не то, что немножко другое вращение. У соперников в какой-то степени нужно несколько геймов приспособиться. Потом уже, конечно, знаешь. Так как еще левшей не так много среди тенниса, поэтому все-таки есть какие-то свои неудобства. Доброе утро. Скажите, у вас перед игрой не бывает интуитивного чувства победы или поражения? И если бывает, то помогает это или мешает? Вот слушатель наш спрашивает. Бывает. Бывает и то, и то. И иногда вот действительно, не знаю, с чего это вдруг. Вот бывает, в какой-то, находишься в такой форме, ты понимаешь, что просто не победим. Вот что это? Вот потом приезжаешь на другой турнир, и ты думаешь, боже, где моя уверенность? Я только что на этом турнире себя чувствовала, я летала, а приезжая сюда, я такой приезжаю, я вообще первый раз взяла, выхожу на аккорд. Но вот как-то вот чувствуешь, наверное, какое-то стечение обстоятельств, как-то, не знаю, там, может какие-нибудь там магниты, не знаю, там, поля, ну не знаю, действительно бывает. Ну да, может, про интуитивный чувак просто. Ну да, бывает, выходишь на матч, и настолько не уверен в себе, но стараешься как-то это все-таки убрать, и как-то это все равно себя перенастроить. Да, может быть, я не чувствую, что я сделаю все, что могу. Действительно, потом, правда, начинается, главное, завязать в этот момент борьбу. И уже, когда идет борьба, ты уже понимаешь, да, да, нет, нет. Но бывают интуиции, и мановы, да, поэтому иногда бывает, что вроде думаешь, сейчас выиграю, и получается как-то случайно проигрываешь, а бывает наоборот. Что действительно, может быть, где-то вот этот легкий мандраж, что ты чувствуешь, что-то я не уверена себя чувствую, позволяет больше концентрироваться на матче. Вот какой у меня вопрос. Вот эта вот история, которая произошла на чемпионате Европы в футболу, когда все почему-то вдруг решили сначала, что российская сборная всех порвет, а потом, когда она не порвала, началась вот эта довольно грязная история с Аршавиным. И никто почему-то не встал на сторону вот этого Аршавина, даже с его немножко хамоватым и дурацким ответом, и не понял, что по большому-то счету, ну, люди растерялись, они вообще не знали, как себя вести. Сначала вроде, они же тоже верят, ему болельщики кричат, сейчас мы всех порвем, они тоже думают, что всех порвут. А вот не порвали, как защищаться, что делать. Вот этот эгоизм болельщиков ощущается. То есть бывает, особенно когда вот на первых ролях, и вот все время этот экзамен надо сдавать, постоянно доказывают, что ты не случайно тут оказался. И когда вот люди, непонимающие, очень сильно задевают и ранят. На самом деле, как болельщики на даче, они бывают суровые, очень много больного делают. Ну, знаю по себе, вы думаете, что наша команда России хотела проиграть? Да нет, конечно, она выиграть хотела, стопрестарался за всех сил. Да, ну, бывает, но не получается, но не идет игра. Они действительно, ребята старались, и видно было в них, в них угорчение, как бы можно сказать, совершенно, он говорит, ну, вы ожидали, как бы, ну, мы не виноваты, что вы от нас хотели, мы тоже хотели. Ну да, про его просто не поняли, я его не оправдываю, но его правда не поняли. Да, его действительно не поняли, можно по-разному, там, вроде, может быть, он так ответил, а он просто... Но, да, он не умеет выражать свои мысли, ну, что сделаешь, не виноват он в этом. Думаю, в состоянии, думаю, у него самого на душе было кошки скребли, когда ты, лицо команды, и ты, получается, что ты действительно, как бы, не только команда подвела, что не получилось выиграть, может быть, он в каком-то порыве, бывает, сказал, и... А люди, можно подумать по-разному, разный поставил там акцент, и уже там вроде он как бы и нападает, а на самом деле он просто действительно, может быть, была защитная у него какая-то... Не, ну, потом все-таки надо понимать, что футболисты не относятся к категории спортсменов, у которых сильно развито, как бы это, умение выражать собственные мысли. Да, тут еще и вопрос расстройства, конечно. и, конечно, мне по-человечески их было очень жалко. Динара, спасибо вам огромное за сегодняшний эфир, спасибо за то, что так рано к нам выбрались, приходите обязательно еще, с удовольствием вас ждем. С удовольствием, спасибо большое. Спасибо огромное. Брат, привет, Эмальна, большое спасибо и поклон. Плюс 7903-797-6333, номер нашего снас-портала, друзья, проим-тайм продолжается у нас. Субтитры сделал DimaTorzok